Инициаторами встречи стали заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова и председатель Ленинского отделения торгово-промышленной палаты Владислав Рымша. Они пришли с подарками и тёплыми словами, в которых звучали не только пожелания в адрес героев праздничного застолья, но и важные истины для молодых поколений. Вы перенесли то, что фантазировать даже не следует, что представлять себе или пытаться понять, как это, даже не нужно. И самое страшное, что то, что ребёнок в детстве вообще воспринимает в жизни, и чувствует, и понимает, оно идёт за уже взрослеющим человеком через всю его жизнь. Избавиться от детских страхов, от детской боли, от детских кошмаров уже потом невозможно. Ксении Сергеевне Червяковой на днях исполнилось 90. Казалось бы, в таком возрасте только и дел, что сидеть дома и ворошить в памяти истории собственно прожитых лет. Но она здесь вместе с другими бывшими малолетними узниками. В войну мне было 9 лет. Нас немцы взяли, пришли к нам. Это Калужская область, Ульяновский район. Своя трагическая история есть у каждого из этих людей. Но сегодня они улыбаются. Любовь к жизни была сильнее и помогла в своё время выстоять. Теперь они преподносят уроки новому поколению. Душой настолько они патриоты нашей Родины, понимаете? Их ни за что не уговоришь, чтобы они там что-то не сделали. И они настолько выносят всякие свои предложения, свои интересы, чтобы они хотели увидеть, чтобы они какой фильм посмотрели, какую тему затронуть. И понимаете, что их волнует. Очень большой ведём, конечно, общественную работу со школами. Большую работу. И что самое интересное, школьникам, чтобы я не рассказывала, какую тему не брала, им это необыкновенно интересно. Я заканчиваю выступление, они обступают меня и задают вопросы и по теме, по разным темам. То есть, понимаете, дети у нас очень, ну так, такие какие-то светлые, светлые, умные. Поколение детей военного времени показывает всем пример, помогая жителям Донбасса. Владислав Рымша был даже несколько обескуражен, узнав, что бывшие малолетние узники тоже участвуют в сборе средств для нуждающихся. Ведь им самим нужны помощь и внимание. Те люди, которым мы помогаем, они действительно нуждаются в нашей помощи. Но сегодня я был крайне удивлён тому, что эти люди пытаются помочь детям Донбасса. Для меня это крайне душевная такая вот история, которая, честно говоря, даже слов нету, рассказать, как это ценно и важно. Дважды в год перед новогодними праздниками и Днём Великой Победы торгово-промышленная палата оказывает внимание этой категории жителей округа. Считая своим долгом заботиться о людях, чье детство было закалено войной.